Активные восстановительные работы проводят коммунальные службы города. Десятки единиц техники в различных микрорайонах Магадана работают со вчерашнего дня с целью скорейшего устранения разрушений. Во дворе дома по улице Пролетарской, 84, сотрудники Галут и Казаха зачищают место обвала кровли. Но порывы ветра силой 18-20 метров в секунду пока продолжают препятствовать специалистам в выполнении высотных работ. Мастера снимают опасные для жизни людей металлические листы, висящие на самом краю крыши дома. Мэр города Магадана Юрий Гришан обозначил самым важным вопрос ремонта кровли здания 82 по улице Пролетарской. Утром мы провели еще одно заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Определили с алгоритмом действий по восстановлению этой кровли. Создана городская комиссия, куда вошли представители департамента ЖКХ, Минстроя, фонда капитального ремонта. И сейчас как только уберут с крыши остатки материалов и будет спокойная погода, поднимаются специалисты, наши проектировщики из техконтроля, делают дефектную ведомость и передают ее для того, чтобы фонд капитального ремонта, все-таки фонд капитального ремонта, это порядок, который определен постановлением губернатора еще в 2017 году, что на жилом фонде в случае ЧАЭС и всяких катаклизмов, значит, ремонтную работу выполняет фонд капитального ремонта. Но мы представляем пакет документов, мы даем дефектную ведомость, дальше работает фонд капитального ремонта. Параллельно проводится работа по освобождению транспортных средств из-под обломков кровли. Собственники машин, впервые столкнувшись со стихией в таком ключе, рассчитывают на поддержку властей города. Ну вот, лобовое стекло, уже все, менять надо, оно слежит, ее ветром давит, оно было нормально, сейчас уже раздавило. Жители города сумели пройти сквозь испытания, поставленные ветром. Множество случаев обрушений и поломок различного рода конструкций в областном центре не привели к травмам и несчастным случаям. Вызовов больше не было, среднестатистически так вызовы и мыли. То есть никаких катастрофических последствий от данного урагана мы не наблюдали по нашему вызову. Любители рыбалки, по словам очевидцев, во время катаклизма все-таки вышли на лед. Порядка десяти машин решили испытать стихию. Ветренная рыбалка прошла без происшествий. Когда выпуск уже монтировался, во дворе дома по улице Пролетарской, 84, состоялась рабочая встреча с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина. По его поручению, УМВД по Магаданской области совместно с прокуратурой региона проведут тщательную проверку действий и бездействия всех должностных лиц, отвечающих за безопасность граждан, а также чиновников фонда капитального ремонта и подрядной организации. Прокурору города поручили проверить исполнение 131-го федерального закона мэрии города, каким образом они осуществляют текущий контроль, каким образом у них есть спрос с управляющих компаний. Плюс посмотреть прокурору города вместе с УВД, подключить людей, которые у нас специалисты в стройке. И пусть они дадут ответ. Неужели вот эти вот подрядчики, которые двумя болтами прицепили эту крышу, сделали все правильно. Какие ошибки при проектировании, почему люди оказались незащищены, почему государство должно платить дважды, и в случае, если вы выявите нарушение в проекте, или в реализации этого проекта при приемке этих работ, значит еще одно дело возбуждаете. Третье дело. Раз два у вас руководителя фондов капитального строительства и ремонта сидят в тюрьме, значит и третий должен сидеть. Вечерний Магадан продолжает следить за ситуацией.